Копия Самарского знамени, сделанной в Болгарии, в Иверском монастыре Самары, бережно хранят святыню, изготовленную по образу той, что сами монахини вышивали для болгарских ополченцев в период русско-турецкой войны. Сестры, которые до революции вышивали это знамя, после долгого пощения и молитв, отдавали всю свою энергию, всю свою любовь этому знамени, потому что знали, что знамя будет передано братскому народу, и чтобы победил народ. Самые почитаемые святыни болгарского народа – Самарское знамя. Оно стало символом победы в борьбе за свободу и основой для первого государственного флага независимой Болгарии. Само знамя находится сейчас в Софии, а здесь, в Иверском монастыре Самары, хранится его точная копия. Еще одна копия знамени вручена Самарскому музею имени Алабина. Именно по инициативе гласного городской думы Петра Алабина было сделано знамя, под которым болгарские повстанцы одержали победу и обрели независимость от Османского ига. Так началась новая история славянского народа, который после этой победы стал выстраивать свою государственность. Могила Петра Алабина расположена на территории Иверского монастыря. Сегодня здесь состоялась панихида и возложение букетов. Цветы принесли глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Героическая и славная история Самары. Конечно, в этот день мы не могли не прийти, несмотря на все ограничения, не поклониться. История Самарского знамени, она же не только история Самары. Это история самарско-болгарского народа. И очень героическая, очень важная. И до сих пор в Болгарии нам благодарны. И мы должны этим гордиться. Самарское знамя – единственное полотнище, награжденное Орденом за храбрость Республики Болгария. И уже в новой истории сыграло важную роль для Самары. Оно стало основой для современного флага города. Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События.